Возможно, кто-то город Барнаул по этому параметру точно решил сделать рекордсменом, потому что здесь, на этой земле, где я сейчас нахожусь, возможно, скоро появится новый торговый центр. И сейчас здесь перекресток направлений, я в бахилах, а может быть, через какие-то несколько лет уеду отсюда в новеньких кроссовках. Это участок на пересечении Павловского тракта и улицы Просторной. По кадастровой карте его площадь почти 25 гектаров. Это в два раза больше, чем территория по соседству с двумя объектами – ТРЦ «Арена» и магазин «Леруа Мерлен». Эксперт в сфере недвижимости Олег Гильгенберг считает, что аренду такой земли потянет, вероятно, только федеральная компания. Еще меньше, по его словам, брендов, которые могут заставить клиентов ехать на край города. Для такой компании, как Икея, это было бы логично. То есть к ним со всей округи, с деревень люди специально едут, и городские жители поедут. А строить торговый центр, который рассчитан именно на жителей, которые живут по соседству, которые просто приедут за покупками, просто отдохнуть с ребятишками – сложно что-то такое придумать, чем людей можно было бы завлечь. По словам Олега, теперь в торгово-развлекательных центрах упор делается на слово «развлекательный». И либо в новом моле появится что-либо для барнаульцев совершенно новое, либо он не выдержит простой конкуренции за покупателя. Так говорили и про действующие торговые центры, когда около месяца назад стали появляться сообщения об уходе Ашана с барнаульского рынка. Ритейлеры, как правило, себе предусматривают возможность расторгнуть договор, предупредив арендодателя за 60 календарных дней, ну, как правило, это так, по причине экономической нецелесообразности. Сейчас по запросу торговый центр «Справочник» выдает 154 адреса в пределах города. Не все из них процветают, но застройка в районе Павловского тракта в ближайшие годы не пойдет на спад. На экономике торгово-развлекательных гигантов индустриального района это должно сказаться благоприятно. Аукцион, на котором решится судьба нового участка, состоится уже 19 сентября. Если здесь и появится торговый центр, наша просьба – увенчайте его, пожалуйста, шпилем, чтобы торговый центр уже окончательно не как явление, а как архитектурное сооружение стал символом города Барнаула. Андрей Дреер, Николай Шилко. День с толком.